Музыка, акватория, автоспорт, футбол, политика. Герой нашей программы покорил не один пьедестал и дальше продолжает развиваться. Что руководить таким творческим человеком? Искренними моментами с нами поделится Альберт Куршутов. Альберт Абдурашидович, здравствуйте! Все детство занимался творчеством и пел, и играл, и так далее. Мне хотелось сцены, но меня как бы очень сильно тянуло к этому, поэтому мы приехали в Симферополь с мамой, прошли по нескольким университетам, причем школу-то я закончил очень хорошо. И закончил физико-математический класс, и в общем-то были перспективы к тому, чтобы поступить в любой вуз, куда я захочу. Но мне не нравилось, что-то мне не подходило все время, и потом уже мы оказались по случайности в училище культуры, где мне все сразу понравилось. Там нужно было петь, нужно было получить профессию организатора досуга, хармейстера, вокалиста, мне это все понравилось. И я, собственно говоря, сдал экзамен, там и остался. Понятно, что папу это не очень устроило, что сын будет каким-то там артистом. Это все длилось недолго, после того, как я уже начал показывать какие-то результаты, понятно, что, наверное, отцовское сердце уже смягчилось в этой части, как бы уже, либо он принял уже это тогда как неизбежность. Вот, и, собственно говоря, в дальнейшем уже развивался именно так. И потом уже позже я, безусловно, поступил уже и в высшие учебные заведения, и не в одно. Он отличался вот такой смелостью, умением сплотить вокруг себя людей, умением быстро организовать какие-то игры, когда он был маленький. И потом уже, стал уже в старших классах, он уже проявил себя больше в такие лидерские способности. Ребята, надо сказать, всегда и к нему тянулись. Наверное, чувствовали вот эту силу, силу воли, умение сплотить вокруг себя всех. Вот такой у нас был Альбер Кушутов. Мы очень часто собирались, очень часто собирались. Как-то вот класс, ну не знаю, мы не только учились, не только классные часы проводили, но мы проводили досуг вместе. И Альберт всегда как-то вот был в гуще вот этих ребят, и умел вот организовать. Серафим Никитичевна сказала, он был лидером в классе. Действительно он был, вот он и вышел в лидеры. А расскажите, в какой момент уже начинается такое увлечение именно эстрадным творчеством? Дворцы культуры и профсоюзов ввел разные мероприятия, организовывал в том числе и различные фестивали. И тогда мы организовали международный детский эстрадный конкурс «Солнечный круг», детский эстрадный конкурс «Дэнс Холлида» и так далее. Вот, достаточно большие качественные фестивали. Это еще когда, будучи на третьем курсе и после уже училища. Здесь Тарзан, Ева, Пуля, Ялта. Вот так вот, прям ноготками его чухай, прям ноготками. О, вот так вот, прям ноготками. Я захотел сменить род деятельности, обратился к друзьям и попросил какую-то работу. Мне тогда предложили стать коммерческим директором «Дельфинария» – Театра морских животных «Акватория». Вот, я согласился, переехал в Ялту и уже в июле, затем уже был назначен генеральным директором. Мы с того времени, по сегодняшний день, я здесь. Правда, что за этот период удалось собрать самую большую морскую коллекцию в Крыму? Ну, не только в Крыму и, наверное, на юге России. Действительно, за это время было сделано очень много. Самое главное, что смена деятельности, которая произошла, она так или иначе, собственно говоря, сменились только, наверное, артисты. То есть из обычных людей они превратились в морских артистов. А все остальное, в принципе, осталось то же самое. И зрительный зал, и режиссура, и все навыки, которые я приобрел в ходе той работы предыдущей, которой я занимался. И когда я был ведущим, и когда я ставил различные шоу-программы, режиссировал и так далее. Все это, как раз эти все навыки здесь пригодились. За нашей спиной проходит вот интересная процедура. Вообще, чем отличается ваш центр дельфинотерапии? Значит, ну, дельфинотерапией мы начали сравнительно недавно заниматься. С момента моего прихода сюда мы в течение пяти лет работали с австрийским врачом, с Норбертом Тронпешем. Вот ребенок, допустим, находится на дельфинотерапии, он работает с дельфинами. После этого он перемещается в массажный кабинет, где у нас работают массажисты, которые имеют уже 20-летний опыт подобной работы. Я знаю, вы ежегодно готовите представление особенное, вот каждую весну, что ждать жителям и гостям в этом году. Я посетил очень интересное мировое шоу, которое мне дало много идей, которые я хотел бы воплотить здесь. Поэтому мы готовим интересное шоу. Я думаю, что в этом году все, кто приезжают, приедут в Ялту и смогут приехать в акваторию, конечно, получат массу удовольствия. В честь наших животных называют детей. То есть вот у меня есть знакомая семья, очень многодетная, уже на сегодняшний день у них 6 детей. Симферополя. У нас когда-то здесь были дельфины, которые сегодня находятся на гастролях в Египте. Так вот, у нас был дельфин Гордей и дельфин Соня. И когда они первый раз приехали сюда, увидели представление, им так понравилось. И они своих детей так и назвали Гордей и Соня. И сегодня эти дети живут в Симферополе. И мы дружим с этой семьей. Редактор субтитров А.Семкин Если говорить о профессиональном спорте, то началось все это с автоспорта. Уже в достаточно зрелом возрасте. Мои друзья пригласили меня на соревнования по... Тогда это было соревнование, которое называлось «Зигзаг». Это такие гонки на джипах по бездорожью. Я посмотрел, мне понравилось. Собрал первую машину, Ниву. Приехал на соревнования, посмотрел со стороны, понял, что не подходит. Продал Ниву, купил другую машину и поехал сразу на самый большой песчаный массив в Европе. Под Херсоном Алешковские пески. И там была гонка, которая была очень похожа на Дакар, на Шелковый путь и так далее. На такие знаменитые мировые ралли-рейды. Все наши крымские автомобили, экипажи занимали всегда призовые места. И это, собственно говоря, очень выделяло крымчан тем, что в части быстрого передвижения на внедорожниках по бездорожью как раз крымчане были всегда лидеры. Это самое тяжелое в этом виде спорта. Ведь это же невероятно опасная деятельность. Ну, здесь как раз, да, действительно, это я же почему и сказал, что это уже такой, знаете, спорт для зрелых мужчин. Если мы говорим о классическом ралли, то тебе заранее дают ознакомиться с трассой. Ты ее три раза проезжаешь, пишешь стенограмму, изучаешь все тонкости, особенности поворотов и так далее. И участок, который тебе нужно проехать, он очень короткий, 20 километров и так далее. Что касается ралли-рейдов, то у тебя нет возможности заранее изучить трассу. То есть тебе организаторы дают книгу дорожную, в которой, по своему мнению, сложили маршрут. И трасса, по которой ты едешь, ты едешь по ней в первый раз и, что говорится, едешь на глаза. Поэтому твоя, в этом-то, собственно говоря, сама и сложность. Очень хорошо помню гонку в Днепропетровске на танковом полигоне, где я стал первым. Первым – это когда мы шли первый круг, и у меня что-то случилось со спиной, и мне стало очень больно, то есть невероятно больно. И я, когда финишировал на технической зоне, никого не было. Я думал, что мы опоздали, и все уже уехали, а, как оказалось, никто еще не приехал, и мы были первыми. Меня ребята вытащили с машины, потому что я выйти сам уже не мог. Положили на капот машины, укололи обезболивающее и так далее. Потом также занесли в машину, сказали, у тебя нет вариантов, ты должен ехать, потому что ты первый. Меня сильно пристегнули, я помню, даже не мог дышать. Я поехал на второй круг. На втором круге мне очень подсказалось, что что-то гремит спереди очень сильно. И я там боролся с болью, с тем, что что-то гремит справа. Второй круг мы приехали, тоже финишировали его первым. Я говорю технику, что очень что-то гремит спереди. Он заглянул, говорит, все отлично. Как о том оказалось, после самой гонки, уже после финиша, мы победили. И я ехал и думал, что, ну, если я уже поломал спину, то я должен уже в любом случае выиграть эту гонку. Когда мы финишировали, из-под колеса выточили амортизатор медсестойкой, который, оказывается, был оторван. Но меня не стали расстраивать и пугать, чтобы я думал, что там все хорошо. И реально я ехал на полуразваленной машине, на полуразваленной спине. И только вот, ну, воля к победе, скажем так, да, дала возможность в той гонке тогда выиграть. Вот ралли-рейда как раз вот эта вот дружеская помощь, да, она очень развита. Была ситуация, когда мы ехали на призовые места, и один наш симферопольский гонщик, Антон, он заблудился и забуксовал. И у меня возник спор с штурманом, что он говорит, ну, мы же идем на первое место. Я говорю, нет, мы должны его вытащить. И мы его остановились, вытащили. И уже вот сколько лет прошло после этого, мы когда встречаемся, мы всегда вспоминаем эту историю. Мы тогда все равно выиграли, вот, но благодаря тому, что мы тогда вытащили эту машину, эта машина тоже вошла в призы. Футбольный клуб занимает, наверное, одно из главных мест, одно из главных мест в моей жизни. Он меня увлекает, мне очень нравится, это как проект. Он настолько многогранный, здесь приходится применять практически все свои навыки, которые ты получил в жизни. Здесь нужно быть и хорошим менеджером, и хорошим психологом, вот, здесь нужно быть хорошим аналитиком или логистом и так далее. И здесь, в принципе, те навыки, которые я приобретал в течение своей жизни, я здесь их могу реализовать. В школе я пытался играть в футбол, но мяч от меня постоянно убегал, и я его не мог догнать, поэтому я это бросил. Может, сейчас попробуйте, получится? Не, ну, я уже, да, я уже, наверное, слишком, наверное, поздно мне начинать, вот. Но, тем не менее, я сопереживаю, живу практически каждым футболистом, который находится на поле. Сильно бей, давай, сильно, давай, ну! Ты должна была подсказнуться и упасть. Вы отец трех печерей. Каково жить вообще в таком женском царстве? Ну, на самом деле, как любой мужчина, в планах было, конечно, все по-другому. Первый должен быть обязательно мальчик, вторая девочка. Уже позже, когда родилась третья дочь, и уже все друзья смеялись, говорят, если где-то у тебя три дочки, 14-й обязательно будет сын. Вот, но вот эту любовь, эту заботу, это эмоциональная составляющая от того, что дают тебе дочери, она навряд ли сможет дать сыну. Это невероятное счастье, когда у мужчины есть дочь, когда ты можешь быть папочкой, а когда у тебя три дочери, то есть это все можно умножить на три, поэтому это совсем другие ощущения. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»